Всем привет, мои дорогие! Мы начинаем с вами новый влог. У нас традиционный влог по следам. Как я и обещала, в сентябре, по мнению большинства это будет правильно, видео будут выходить точно три раза в неделю, и одно из видео будет как раз-таки в формате такого уютного, домашнего, может быть, иногда не домашнего, но влога. Сегодня мы с вами, кстати говоря, на домашнем. Объясню вообще, откуда у меня образовался такой свободный день. Я для себя решила, что один день в неделю, учитывая, что в выходные у меня очень часто не выходные, то есть в выходные бывают какие-то рабочие процессы, и дома у меня... Я бываю, но всё равно я куда-то по работе езжу. И я выделила себе на неделе один конкретный день, когда я могу просто побыть дома, ну, скажем так, большую часть своего свободного времени, и уделить время обучению, это раз, чуть позже ещё буду рассказывать, что за обучение, каким-то собственным проектом и каналу, и ещё, соответственно, домашним делам. И вот этот как раз-таки день я решила проводить вместе с вами, потому что вопросы были, и догадки вообще какие-то совершенно странные. Что хотела вам рассказать? Моя любимая комба сейчас у меня на губах, сейчас покажу, что у меня накрашено, но это просто нечто феноменальное. Эта помада является аналогом моей самой любимой помады от бренда Dolce & Gabbana, миллион раз вам её показывала, в оттенке Анжелика. У меня осталась ещё Доминика, а вот Анжелика у меня закончилась. Сейчас покажу вам. Вот Доминика, она такая лиловая, но она тоже безумно красивая. Я знаю, что она мне безумно идёт, а это аналог моей закончившейся Анжелики. Или Анжелике. Почему я всегда говорила Анжелика? Ведь это же Анжелика. Что у меня сейчас на губах? У меня на губах помада в виде такой ручки очаровательной от бренда Darling. Она вот таким вот образом открывается, и здесь вот как у автоматической ручки, у неё такая штучка, которая выдвигает эту помаду ровно столько, сколько нужно, чтобы накрасить её. Здесь её достаточно много, я бы сказала, и она такая приятная, она такая увлажняющая, мне хочется всё время её на себя наносить. При этом она достаточно стойкая, она немножечко липковатая, но совсем чуть-чуть, и это не та липкость, которая раздражает. Эта липкость, она какая-то приятная. И использую я её в тандеме с карандашом от бренда Chic. Это бренд Наташи Chic, российского визажиста, в оттенке Гарда. Я когда-то пользовалась этими карандашами достаточно активно, когда я работала визажистом, я их просто обожала. Потом, когда я ушла из профессионального большого визажа, у меня осталось буквально точно несколько клиенток, которые и ориентируются на моё мнение при подборе какой-то косметики для себя, и которым я ещё и иногда могу всё-таки приехать сделать макияж на какие-то события. Но в основном я уже всё с визажем давно закончила, тем более, что занималась этим с 17 лет. Вы представляете, как давно это было. И в тандеме с этим карандашом эта помада просто приобретает какое-то новое звучание. Это для меня абсолютно осенняя парочка, и это просто вот сейчас моя любовь. Мне кажется, я ещё не раз вам покажу эти два средства в фаворитах. Не сказала, помада от Дарлинг у меня в оттенке 03. Сейчас вам кое-что ещё покажу. Так, хочется вам показать сумасводящий аромат. Это не мой аромат, это Гриша себе купил, и он не знает, что я решила тут показать. Это аромат кокаин. Девочки, я просто хочу вам рассказать не для того, чтобы похвастаться. Просто этот аромат сводит меня с ума. Я не знаю, как сказать по-другому, он действительно сводит меня с ума, потому что вот он им воспользовался утром, он остался, вот этот вот аромат, стоять в комнате возле комода и где-то благоухать вот возле этой коробочки. И я не отлипая хожу возле комода и его слушаю. Это такой тёплый, уютный, согревающий аромат. Я думала, что после его Том Форда Нуар, сейчас покажу, кстати, после этого аромата меня мало что сможет так же взбудоражить, но это вот последний раз из моих личных ароматов меня так будоражил Киллиан Интоксикейтед. И вот это тоже такая эротическая история. Я даже не знаю, как по-другому это назвать, но это феноменальный аромат, правда. Вот он какой-то обволакивающий, он какой-то вот просто неземной. Там и табак, и как будто бы кедр, и как будто бы что-то ванильное тёплое или карамель, я не знаю, он такой потрясающий. И вот мне просто хочется его бесконечно ощущать, бесконечно его слушать. Это просто бомба. Вот среди мужских ароматов, среди ароматов моего мужчины, вот у меня две любви огромные, Том Форт Нуар, и теперь вот это просто крыша с носа. Ну и поскольку я сейчас всех спровадила, кого в детский сад, кого на работу, сама уже позанималась рабочими вопросами, мне сейчас нужно что сделать? Мне нужно полностью разобраться с верхней одеждой на осенний-зимний сезон, потому что сейчас уже ночью настолько холодно, вечером холодно, с утра пораньше холодно, а я хожу только в одном пальто от All Vinite, моём в цвете Camel, и всё, я больше ничего не доставала, потому что у меня физически не было на это времени. И сейчас я хочу всё это достать, привести в порядок, если где-то есть какие-то нюансы, всё поправить. Возьмём сейчас с вами машинку для удаления катышков, заодно покажу вообще, каким образом я ухаживаю за верхней одеждой, и готовлю её к сезону. Подготовим все мои позиции пальто, возможно, какую-то зачистку ещё проведу среди верхней одежды. И ко мне должен ещё приехать один классный заказ от одного из моих любимых брендов верхней одежды, и я вам покажу, какие новинки я для себя заказала. Там будет даже одна классная позиция уже на зимний сезон. Поэтому не переключайтесь, сейчас будет очень интересно. Я изобрела для себя самую компактную систему хранения, которая называется пальто в пальто. Вот казалось бы, один чехол, и там, наверное, одно пальто должно быть, но нет, там их, по-моему, 4 или 5. И здесь у меня моё стёганое пальто, и внутри там ещё стёганая куртка. То есть я на одну вешалку надеваю несколько слоёв верхней одежды по мере их объёмности, то есть по мере их размера. Оверсайз, соответственно, идут с самого верха. И далее натягиваю с трудом чехол, вот этот вот икеевский чехол, и всё это убираю на антресоль. Для меня это идеальный вариант, потому что проверено уже годами, верхняя одежда сохраняет свой адекватный, приличный внешний вид. Это очень тяжёлый чехол. Я не ошиблась, здесь действительно 4 пальто. 4 пальто! То самое пальто, которое я носила в прошлом году, не снимая, начиная с конца сентября и до конца апреля. Просто я его обожала. Хочу понять, устала ли я морально от него или нет. Моё, как я это называю, декоративное пальто. Чёрное пальто, абсолютно не плотное. Хотя на самом деле я не скажу, что оно холодное, оно из натуральной шерсти. Это массимовское пальто. И я его ношу обычно на какие-то особые мероприятия, когда я очень часто надеваю... Осенью, когда какие-то особые ивенты, я надеваю чёрные костюмы, чёрное платье, например. Ну, чёрное у меня вообще на самом деле ходовой цвет в плане какой-то более выходной коктейльной одежды. И вот сверху надеваю это самое пальто. Ему уже, кстати, тоже 3 или 4 года, и оно в идеальнейшем состоянии у меня. Но я, в принципе, ухаживаю за вещами. Моё прелюбимейшее стёганое пальто, которое вы обожали в прошлом году. Я это прекрасно помню. Оно у меня тоже, кстати, от All We Neat. У меня вся верхняя одежда, это All We Neat. Все пальто, все куртки, это всё All We Neat или Massimo Dutzi. Было до последнего времени. До сих пор люблю этот цвет. Маленький пуховичок, пуховик-онорак. Я его передам мамульке. Мамулечке передам, потому что я уже сама точно его носить не буду, а он прям в состоянии нового. И никому его больше не отдам, передам маме, потому что он действительно очень классный. Такие вот курточки автомобилистов мне уже немножечко поднадоели. То есть они имеют место быть в гардеробе? Почему нет? Под пальто, например, очень комфортно такие надевать. Но я этого делать не буду, потому что я просто уже от них подустала. Музыка. 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 а потом и во всем остальном. Почему отпариваю всегда по внешней стороне, а не по внутренней? Шерсть очень любит пар. Если у вас пальто из натуральной шерсти или с огромным процентом натуральной шерсти, то есть, например, 90-95, отпариваете смело по внешней стороне. Шерсть, кашемир плюс пар – это идеальная история. Пар очень хорошо ухаживает за такими материалами. Субтитры создавал DimaTorzok Не перебивай меня, он послушный. Что касается ухода с помощью машинки для удаления катышков. Я иногда, когда я знаю, что я уже два года не проходила по поверхности пальто такой машинкой, могу слегка полирнуть поверхность пальто. Это на самом деле очень элементарно. У меня машинка от Philips. Я её даже не покупала, мне её подарили в интимисе, когда я совершила какую-то покупку на определённую сумму. В общем, там давали в январе такие машинки в подарок. Она обалденная. Я прямо довольна ей. Поэтому Philips можете смело покупать. У меня до этого была другая. Она меня не очень устраивала. Она могла портить ткани. Это и на кашемире, и на шерсти работает просто изумительно. Здесь, поскольку я три года вообще ничего с ним не делала, вот я ничего вообще не трогала его поверхность совершенно, здесь есть не то чтобы даже катышки, просто поверхность стала какая-то более рельефной, не такая гладкая, как была. Поэтому я сейчас немножечко обработаю поверхность ткани, вот прям чуть-чуть отполирну, и в целом пальто будет готово. Субтитры создавал DimaTorzok Ко мне приехал мой долгожданный заказ. Поэтому сейчас немножко переремся с вами с процессом разбора верхней одежды. Сейчас покажу, что же я такое заказала. Сейчас те, кто мне об этом писали очень давно, будут просто ликовать, потому что я заказала себе петличку. Я решила все-таки попробовать. Ребят, я боюсь всего нового, правда. Я училась снимать сама, монтировать сама. Для меня все, что вот новое, какие-то ноу-хау, новая техника, это очень страшно, поймите меня, пожалуйста. Блин, мне очень интересно попробовать. Вот, возможно, в этом влоге мы как раз-таки ее с вами и опробуем, но чуть позже. Ну, я прям вот счастлива. Она до меня хотя бы доехала. Как обычно, женщина начинает разбираться с новой техникой и понимает, что без сильного умного мужчины здесь вообще не обойтись. Поэтому буду ждать, наверное, вечера и, может быть, Гриша мне в чем-нибудь поможет. Считаю, что я просто прекрасно справилась. Вся обувь уже на месте и верхнюю одежду я уже тоже повесила в шкаф. Полный порядок. Теперь буду хотя бы не одно пальто All We Need носить, а все остальное тоже буду надевать, потому что просто совсем руки не доходили до этого момента. Я безумно счастлива, что у меня здесь такой порядок. Но кроме наведенного порядка, у меня целый пакет, который от меня уезжает, потому что я провела еще и зачистку той верхней одежды, которую я откровенно уже носить не буду и буду смотреть какую-то замену уже этим вещам. Что-то я отдам маме, что-то я просто сдам на переработку, что-то я продам и со спокойной душой буду знать, что эти вещи продолжают носить другие девочки и они кому-то служат и живут свою вторую жизнь. Вот этому я просто несказанно рада. Наконец-то ко мне приехал мой заказ от Only Me. Сейчас покажу вам их актуальные новинки. Вот одна из них, кстати говоря, подошла даже к моему сегодняшнему аутфиту. Я была в свитере цветихаки от Nice One в леггинсах Zara. Ну и в собаках я, конечно, по квартире не ходила, я сейчас их надела. Но это дублёнка-авиатор. Очень классно даже вписалась в мой аутфит. На самом деле это такой стилеобразующий предмет гардероба. Сейчас дублёнки-авиаторы всё ещё актуальны. Мы их носим. И если вы хотите, чтобы это смотрелось действительно актуально нынешнему году, выбирайте просто их в формате Oversize. Мне здесь как будто бы не хватает ещё одного размерчика. Это 42-й, и мне по сути идеален был бы скорее 44-й. Мне хочется вот этого объёма ещё немножечко добавить. Она очень тёпленькая. Она очень комфортная. Напоминаю, что Only Me делают верхнюю одежду преимущественно из эко-меха. Эко-мех у них высочайшего качества. Эко-мех это обалденный. Ещё и очень актуальный в этом сезоне материал. Сейчас вообще на эко-кожаный эко-мех огромный тренд. Это связано с общей популяризацией темы эко в обществе. Ну и, конечно, с тем, что эко-мех это очень практичная история. Дублёнку я, конечно, стирать не буду рекомендовать, но вот шубы от Only Me я в машинке стирала. И ничего страшного с ними не произошло. Тот самый заменитель маленькой стёганой куртки, о которой я вам ранее говорила. Это такая куртка-телогрейка от бренда Only Me. Это хит вообще наступившего сезона. И, на самом деле, уже вторую осень эта куртка не выходит из моды. И всё ещё её любят современные модницы. Она действительно с лихвой заменила вот эти маленькие курточки, всем надоевшие. Обалденно она выглядит. Она у меня немного оверсайз. Как раз-таки то, чего я хотела добиться. Не чрезмерно оверсайз, а такой в меру. Аккуратненький оверсайз. Надела её с обыкновенным трикотажным бадлоном моим от Valve Stores и с брюками трикотажными также от бренда Valve Stores. Мне кажется, такая куртка как раз-таки вписывается в уютные, полурасслабленные, немножечко одомашненные образы. На ноги я надела мои очаровательные тапули, которые вы все очень-очень любите. И очень часто спрашиваете меня, с чем же я их ношу. Я как раз-таки их ношу с такими уютными, расслабленными образами. С трикотажными костюмами, с трикотажными брюками, с джинсами, со свитерами. Они прекрасно сочетаются. Ну и куртка, конечно, это определенно мой сегодняшний фаворит. Девчонки, я прям рекомендую вам, присмотритесь. Возможно, это непривычный формат, но поверьте, такие куртки, они в себя вас просто влюбят, потому что они супер-супер комфортные. И насколько они стильно смотрятся, насколько они актуализируют вообще любой ваш образ. Потому что если я сюда надену, например, свой пуховичок, вы скажете, что это совершенно обыкновенно выглядит. С этой же курткой это выглядит более интересно, более стильно. Образ хочется рассмотреть. Хотя даже оттенки у них очень-очень похожи. Все думала, с чем бы вам продемонстрировать эту красоту. И поняла, что у нас с вами еще не было среди всей примерки ни одного элегантного образа. Так что давайте покажу вам ее в сочетании с бадлоном кашемировым, с брюками палаццо и элегантными остроносными ботильонами. Смотрится просто потрясающе. Девчонки, которые не мыслят в своей жизни без шубы, без норковой, без пиццовой. Поверьте, жизнь без них действительно существует, в том числе без вреда для природы. И при этом эта жизнь практичная и очень классная. Это шуба с английским воротником в молочном цвете. И один в один я носила всю прошлую зиму шубу в сером цвете. Я ее просто обожала. Я решила попробовать сейчас ее уже в молочном оттенке. Я стирала ее в машинке. И с ней вообще ничего не произошло. Она не облезает. Вот этот мех, мне кажется, он какой-то вечный. Не нужно, конечно, стирать ее каждый день. Не нужно стирать ее каждую неделю. Но раз в сезон постирать, такую шубу совершенно безопасно. Имейте это в виду, с ней ничего не случится. И даже в петербургской сырости с шубой ничего плохого не произошло. Она сохранила свой внешний вид и свое качество. Здесь есть такой пояс. Здесь такие закрывашечки, крючочки такие, которые за петельку зацепляются. И шуба уже застегивается. Она супер теплая. Такую шубу я носила в минус 30 градусов. Петербургские девочки в минус 30 градусов. А поверьте, это то еще испытание, которое пройдет не каждая верхняя одежда. Во-первых, понятно, да, какой цвет является моим фаворитом в этом сезоне. Во-вторых, я так долго не могла решиться попробовать чебурашку. Почему-то длинная чебурашка меня никогда особо не привлекала. Но вот такая чебурашка в виде полубомбера мне так понравилась. Это очень классно смотрится. Я надела объемный свитер. Сверху как раз-таки эту меховую курточку, меховой бомбер. Это обалденно просто смотрится. У нас сейчас как раз-таки погода. Когда я могла бы выйти из дома в таком виде. Почему бы, собственно, и нет. Надела просто своими серыми джинсами и с ботильонами на каблуке. Мне кажется, это очень круто смотрится. Обычно каблук лучше всего подходит туда, где он не предполагался. Обратите свое внимание. Это как раз-таки вещь на такой переходный период, когда непонятно, в чем ты замерзнешь, в чем ты вспотеешь. То есть такая тоненькая, приятная шубочка. Чебурашечка. Очень классная, актуальная. Кстати говоря, все еще мы чебурашки носим. Никуда они от нас не делись. И в Only Mi, кстати говоря, очень много чебурашек. В том числе и в Lini Midi. Поэтому, если вам эти варианты нравятся, то присмотритесь. Там есть даже более яркие такие, более броские цветные варианты таких шубок. Очень очаровательно. Добавила сюда свою сумку от Coach. Мне действительно хочется так выйти из дома. Напишите мне, как вам вот этот вариант. Мне прям интересно ваше мнение. Мне нравится сочетание цветов. Причем я не специально подбирала, когда заказывала этот бомбер. Я даже забыла про то, что у меня в гардеробе существует такой свитер. Ну и, конечно, как я могла вас оставить без скидки. Скидка 10% по промокоду, который будет здесь на экране и который еще обязательно появится в инфобоксе вместе со всеми ссылочками на те вещи, которые я вам показала. От себя очень советую присмотреться к шубкам. Девчонки, поверьте, шубы настолько потрясающего качества. У меня в них ходит подруга, у меня в них ходит мама, и в них хожу я. Это просто показать. Как еще тестировать микрофон, если не за душевными разговорами с чаечком? Мне кто-то под предыдущим влогом написал, что я имитирую чай. Что-что чай я никогда не имитировала. Чай, вот он тут налит. Чай настоящий. О чем я хотела с вами поговорить? Мне девушка под предыдущим видео написала очень правильный, очень грамотный на самом деле комментарий, ничуть не обидный. Он действительно содержит в себе здравый рационализм. Я картиночку вставлю, я надеюсь, что она не будет против. Я просто очень хотела бы с вами об этом поговорить, потому что знаю, что многие женщины, которые прекращают свои семейные отношения, остаются с ребенком, далее вступают в новые отношения, они проходят через этап боязни впустить нового человека в свою семью и подпустить к своему ребенку, потому что далее действительно представить ситуацию. Мужчина живет с женщиной, он эту женщину любит, он любит ее ребенка. Когда у них прекращаются отношения, родные отцы-то не всегда продолжают любить своих чад, а что говорить уже об отчимах. Хотя, честно, слово отчим я терпеть не могу, и я его не употребляю. Почему-то вот я не приемлю это слово. Это для меня что-то злое почему-то. Не знаю, у меня странная ассоциация с этим словом. Хотя у меня отчима не было, предполагая ваши комментарии. Если вы думаете, что мне это так легко удалось, то нет, вы очень сильно ошибаетесь. Для меня впустить мужчину вообще в свою жизнь, в свой дом, познакомить его с ребенком, это было очень-очень сложно. И я сопротивлялась его действиям, которые были как раз-таки направлены на то, чтобы сблизиться со мной уже в контексте семьи. Он еще зимой, еще в начале декабря, очень захотел познакомиться с Гошей, хотя вместе мы с Гришей с конца сентября прошлого года. Он захотел с ним познакомиться, и для меня это было... Я искала причину, чтобы этого не делать. Вот чтобы вы понимали, мне было настолько страшно. Но когда это произошло, когда я увидела со стороны вот эту картинку, картинку, о которой я когда-то мечтала, для меня, конечно, это было, честно, чем-то таким теплым, таким родным, чем-то совершенно неповторимым в эмоциональном плане. Я действительно поняла, поняла, что этот человек искренне хочет быть рядом. Но общение общением, но когда зашла речь о том, чтобы съехаться, я, конечно, в первую очередь, всегда руководствовалась правилом лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Но здесь я понимала, что я ответственна не только за себя, я ответственна еще и за своего маленького ребенка, который очень быстро привязывается к людям, и он тянется туда, где ласково. И если сейчас ласково, не факт, что ласково будет завтра, потому что он может разлюбить, я могу разлюбить, жизнь вообще непредсказуемая штука. Все может случиться, тем более, что у меня было просто масса сомнений по поводу того, стоит ли вы действительно настолько глубоко впускать его в свою жизнь и настолько глубоко запускать вообще корни наших отношений. У меня есть потрясающая приятельница, с которой мы обсуждали эту тему, и она не задавала мне никаких лишних вопросов. Она достаточно взрослая женщина. Она не спросила меня, Ален, а вот ты не переживаешь ли о том, что если вы с Гришей расстанетесь, то Гоша уже будет испытывать какую-то привязанность, ему будет очень тяжело отпускать этого человека из своей жизни. Она не задавала мне этих вопросов. Она просто в разговоре со мной, не привязывая это к какому-то контексту, сказала мне очень важную вещь. Ты себя, если что, никогда не вини. Она мне сказала и добавила, мы все так или иначе хотим счастья. И любое наше действие, которое мы совершаем, оно направлено на то, чтобы стать счастливыми. Мы в любом случае хотим всегда как лучше. И ты с самого начала, сейчас, когда ты совершаешь эти действия, когда ты впускаешь этого человека в свою жизнь, ты хочешь создать счастливые, длительные отношения. В противном случае ты бы ни за что не позволила этому человеку так близко вообще войти в твою жизнь. И вот эта фраза, она действительно прочно поселилась в моей голове. Я вспомнила в этот момент фильм «Один дома». Помните? Кевин разговаривал с женщиной, которая с голубями-то все время там вращалась в кругу. Такая очень замухрышечка такая, но очень милая женщина. И он рассказал ей историю про то, что он очень долго берег не то свои кроссовки, не то свои коньки роликовые. Я вот честно сейчас не вспомню. Он берег-берег, они были такие красивые. И когда он их надел, оказалось, что они ему уже малы. Вот так и наше сердце. Оно может оказаться мало для кого-то. Так и мое сердце. И сердце моего ребенка. Если бесконечно себя от всего беречь, оно просто уменьшится. Вот понимаете, мы просто не... Мы как-то растратим вот этот навык любить. И я, понимая свою ответственность за чувства моего ребенка... У меня там сейчас фотографии его стоят. Я смотрю, когда разговариваю. Понимая свою ответственность за чувства моего ребенка, я понимала еще и ответственность за то, что я обязана его научить любить. И разрешить ему любить. Но если он тянется к этому человеку, но если вот у них действительно вот сложился вот этот коннект, но почему я должна именно сейчас, когда еще все хорошо, чего-то бояться уже наперед и видеть какие-то плохие сценарии. Проблемы нужно решать по мере их поступления. И я сейчас это хочу сказать всем женщинам, которые находятся в похожей ситуации, остерегаются новых отношений, боятся подпустить мужчину к своему ребенку, чтобы тот, не дай Боже, не привязался, не испытал какие-то слишком сильные, слишком яркие эмоции и чувства, чтобы потом не сделать уже этому ребенку больно. Я хочу сказать, что мы все так или иначе столкнемся с болью. Это произойдет даже в жизни вашего ребенка, не сейчас, так потом. И заранее клеить пластырь туда, где еще нет раны, не надо. Когда произойдет, тогда произойдет. Но жить нужно сейчас. И открывать свое сердце нужно. И учиться любить нужно. Хотя, честно, после своего брака, после развода, я ровно год назад развелась. Практически, вообще ровно год назад. Плюс-минус неделя. Я зарекалась не вступать в отношения. Но я тогда приехала из Сочи, прошла неделя, и у меня начались новые отношения. Яркие, классные отношения. Действительно настоящие, не какие-то мимолетные. Хотя мне это все было не надо, совершенно. Просто помните всегда, что в ваших действиях, когда они были направлены на то, чтобы стать счастливой самой, сделать своего ребенка счастливым, заранее уже нет никакой вины. Мы в первую очередь, как бы вы меня сейчас убеждали, что это не так, но мы в первую очередь эгоисты. Мы эгоисты, которые боимся не только за чувства своего ребенка, если быть честными, но еще и за то, чтобы мы потом не сидели, не кусали локти и не мучились от чувства вины. Мы ведь еще и за это боимся, правда? Мы боимся, что мы потом не сможем своему ребенку в глаза посмотреть, что я тебе привела нового папу, а сейчас я взяла его, разлюбила и забрала его у тебя. Ну давайте по-честному скажем. Ведь мы боимся, что мы потом, пускай не в 30, пускай не в 40 лет, мы в 70 это вспомним. Мы вспомним вот этот момент, когда этот ребенок хотел обнять этого человека, а этому человеку уже было это не надо, потому что вы его выгнали. Я, конечно, утрированно сейчас привожу вот эту ситуацию, но мы боимся, что в 70 лет нас потом вот это чувство вины просто задушит. Или что даже ребенок нам скажет, ты выгнала Васю, ты выгнала Васю и я его так любил. Ты сначала выгнала папу, он скажет, потому что в голове другого человека, который не знает, что за ситуация произошла, там может быть такой сюр. И он скажет, сначала ты лишила меня папа, а потом ты лишила меня еще и моего близкого друга, товарища, отчима и так далее. И мы вот этого боимся. А не только за сердце и за чувства нашего ребенка. Вообще, любви в жизни нашей должно быть столько, сколько нам Бог дает. А вести счет ей, наверное, не имеет смысла. Я сейчас отправляюсь готовить ужин вместе с вами. И у нас традиционно завершится влог потрясающим ужином и удивительным вечером. Я, между прочим, сегодня хотела вам рассказывать про вино. Я хотела сесть и изначально рассказать вам о том, какое я вино люблю, как его выбирать. Вы очень много спрашиваете меня про эту тему, потому что вы знаете, что я тот еще винный маньяк. Я обожаю вино. Вот это самое мое любимое наслаждение после парфюма и после визуального наслаждения от красоты вокруг меня. Но решила все-таки поднять с вами более серьезную тему. Про вино, я обещаю, будет в следующем влоге, тем более, что мои вкусы очень сильно изменились, и я хочу вам об этом рассказать. И напишите мне, пожалуйста, как вам качество звука с этим микрофоном? Тоже важно. Нам сейчас надо приготовить обед, ужин, обеда-ужин. В общем, прием пищи, сытный прием пищи. Я сейчас буду делать шашлычки из вылезки индейки. Я уже неоднократно, кстати говоря, показывала вам различные варианты маринандов для мяса индейки, чтобы сделать шашлычки на плите, и далее я их запекаю в духовке. Сегодня покажу еще один вариант из того, что есть вообще в холодильнике. И я сегодня буду запекать тыкву, тоже покажу, каким образом я это делаю. Мне кажется, что к шашлычкам это очень даже классный гарнир. Сначала была идея сделать прямо на шпажках вместе с мясом, но потом подумала, что может быть диссонанс в необходимом времени для приготовления, поэтому я решила сделать это отдельно и отдельно сделать шашлычки на шпажках. Мясо индейки я замариновала за кадром для того, чтобы не тратить ваше драгоценное время. Здесь я смешала две столовые ложки сметаны, добавила одну чайную ложку горчицы, именно острой, добавила сюда одну большую луковицу, чеснок, перец, соль, все это добавляю по вкусу, и копченую острую паприку. Вот именно почему-то копченая острая паприка, когда я ее добавляю, моим очень нравится, как это все получается вкусно. Вот они прям хвалят такой рецепт моих шашлычков. И я всегда нанизываю не только мясо на шпажки, но еще и добавляю различные овощи. Музыка 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 Музыка